Следующим правилом перехода от концептуальной экологической схемы данных является преобразование сложных связей с выделением новых типов сущности. О чем здесь речь, проще всего посмотреть на примере. Давайте же это и сделаем. Представим, что у нас есть предметная область, которая связана с учетом производства фильмов, кинофильмов. И возьмем очень узкую часть этой предметной области, которая показывает, какие люди в каких фильмах, в какой роли или ипостаси участвовали. Итак, у нас есть следующие типы сущностей. Фильм, роль и некий человек. И вполне понятно, что есть связь сложная между этими тремя типами сущностей, которые одновременно всех их трех охватывают. Потому что нам необходимо указать, какой человек в каком фильме участвовал в какой роли. Примеры довольно понятны. В частности, какой-то человек может быть в одном фильме участвовать в нескольких так называемых ролях или ипостасах. То есть он, например, может быть одновременно и режиссером, и актером в каком-то фильме. В каком-то фильме он может быть режиссером и сценаристом. В каком-то он может быть сценаристом и актером, например. Поэтому связь между этими типами сущностей является сложной. И понятно, что если мы попытаемся вот эту сложную связь спроецировать на реляционную модель данных, то у нас нет механизмов, которые позволили бы это отразить в реляционной модели. Поэтому, когда мы переходим от концептуальной модели данных к логической и имеем в виду при этом реляционную модель, то нам, очевидно, необходимо выделить новый тип сущности. Можно его, видимо, назвать участие, которое будет говорить о том, в какой роли, какой человек участвовал в этом фильме. Да, ну, если возьмем пример, на что мы можем указать. Создать новое отношение и создать для него необходимые связи. Так, мы видим, что у нас появилось новое отношение, которое описывает сложную связь между актерами, точнее, между людьми, фильмами и ролями, в которых эти люди могут участвовать в фильмах. При этом, если пойти чуть-чуть дальше и предположить, что мы хотим учитывать еще и некие награды. Награды, которые получают люди, которые играют в фильмах. И в этом случае мы, очевидно, захотим как-то связать эти награды с людьми, которые в каких-то фильмах участвуют. И тогда будет видно, что мы вынуждены будем организовать связь между какой-то наградой. И, предположим, каждая награда – это некая отдельная сущность. И как раз участие человека в каком-то фильме, в какой-то роли. То есть, если человек участвует в каком-то фильме как режиссер и как актер одновременно, то в этом случае будет создано два кортежа в отношении Participation. Каждый из них будет содержать ссылку на один и тот же фильм и на одного и того же человека, но при этом на разные роли. И если мы захотим учесть, что, допустим, этот фильм, в этом фильме этот человек получил награду, например, за лучшую роль, то мы должны будем связать именно с конкретным участием, которое соответствует, в данном случае уже, роли актера в фильме. Таким образом, мы должны будем создать вот такую связь, очень красиво, которая покажет, что награда присуждена именно за определенное участие какого-то человека в каком-то фильме. Следующим правилом, которое хотелось бы отдельно обговорить, является процесс учета и декомпозиции многозначных атрибутов. В действительности, многозначные атрибуты идут вразрез с понятиями нормализации как применительно к реализационной модели данных, так и применительно к семантическому ER-модели данных, и поэтому должны быть выделены в отдельные сущности, и для них должны в логической модели данных быть реализованы отдельные отношения. Для того, чтобы выделить многозначные атрибуты, в принципе, довольно несложно проанализировать концептуальную схему и выяснить, какие атрибуты не могут быть представлены в виде имеющихся типов данных, которые характерны для, например, реализационной модели. И если эти атрибуты имеют сложную структуру, например, мы хотим в таблице заказов нашего уже знакомого интернет-магазина хранить его историю, мы понимаем, что это уже некий многозначный атрибут, который имеет сам по себе свою структуру, и понимаем, что в этом случае мы должны будем выделить эту историю в виде отдельного отношения. Поэтому при преобразовании концептуальной схемы в логическую подобные многозначные атрибуты должны быть выделены в отдельный элемент. Если мы говорим о реализационной модели, то это отдельный элемент будет отношением. Несколько слов скажем и о нормализации, потому что в процессе преобразования концептуальной схемы к логической мы должны помнить о соответствии правилам нормальных форм, которые применимы также и к концептуальным схемам данных. Однако здесь все очень сильно похоже на правила нормализации для реализационной модели, которые будут подробно рассмотрены в следующем модуле. Поэтому мы на процессе нормализации концептуальных схем останавливаться сейчас не будем, а рассмотрим этот вопрос уже на следующей неделе.